В Махачкале 9.45 в студии Светлана Саид-Гусейнова. Редактор выпуска Шарипат Шульгина. Здравствуйте. Новости. Рамазан Абдулатипов провел встречу с главами Баба-Юртовского и Карабудахкенского районов Эльдаром Карагишиевым и Махмудом Амиралиевым. Озвучив ряд замечаний и предложений по дальнейшему развитию муниципалитетов, глава Дагестана резюмировал. В целом за короткий период проведена большая работа, но еще многое предстоит сделать. Термоэлектрическое устройство для теплового воздействия на руку человека, разработка коллектива Дагестанского технического университета удостоилась золотой медали на международной выставке интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий в Таиланде. Туристический потенциал Дагестана представлен на самой крупной в России международной туристической выставке «Путешествия и туризм», которая проходит в экспоцентре в Москве. Сегодня Всемирный день защиты прав потребителей. В этом году он проходит под девизом «Защита прав потребителей в цифровую эпоху». Насколько соблюдаются права потребителей в нашей столице, накануне проверили сотрудники Центра защиты прав потребителей. Сегодня в Национальной библиотеке состоится коллегия агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана. Тема – итоги деятельности агентства за минувший год. Молодежь против террора. Так называется мероприятие, которое сегодня проведут в Национальной библиотеке совместно МВД Республики и администрация Махачкалы. Министр сельского хозяйства Мусафинзи Велимурадов принял участие в онлайн-заседании по вопросам организации весеннеполевых работ. В ходе совещания было обращено особое внимание присутствующих на необходимость своевременного доведения средств до сельхозпроизводителей. Сегодня в Махачкале в музее города пройдет открытие выставки Манабы Магомедовой. Уроженку села Кубачи называют «серебряной легендой Кавказа». И сам Расул Гамзатов посвящал ей стихи. Сегодня во Франции завершает свою работу выставка «Русский сувенир», которая проходит в рамках Года культурного туризма «Россия-Франция». На стендах парижской экспозиции свои работы представил и мастер из Унцукульского района Магомедали Магомедалиев. Дагестанские тхаквандисты завоевали восемь медалей на международном турнире в Ростове-на-Дону. Четыре из них – высшие пробы. Четверо дагестанских боксеров стали победителями всероссийских открытых соревнований общества «Динамо». В ближайшее время они приступят к подготовке к первенству России среди юниоров, которая пройдет в Оренбурге 2-9 мая. В Махачкале без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура 7-9 тепла. Третьевне Продолжение следует...